Авиасимуляторы бывают разными. В одних делается упор на реалистичность моделей летательных аппаратов и их поведение, другие напирают на воздушную акробатику и замысловатые фигуры высшего пилота. А третьим и вовсе всего этого не надо. Им бы боеприпасов побольше загрузить и знай себе, поли по всему, что движется. С первого взгляда может показаться, что К-50 «Черная Абула» относится к первому типу. А значит, игрока ждет выучивание на память нескольких десятков клавиш и их сочетаний, необходимых только для того, чтобы запустить двигатели. А ведь еще нужно как-то взлететь, управлять аппаратом в полете, вести огонь, поражать цели, уклоняться от ответных залпов. Сложно? Совсем нет. В игре предусмотрено два режима управления — реалистичный и упрощенный игровой. Если реалистичный режим — это именно авиатринатор, дотошного создающий реальный К-50, то в игровом режиме с управлением винтокрылой машиной сможет справиться даже самый расслабленный игрок. Действие происходит в наше время на юге России. Здесь и сейчас звену «Черных акул» под нашим командованием придется выполнять боевые задачи. В основном это будет поддержка сухопутных войск, уничтожение бронетехники и живой силы противника. Но будут и дальние вылеты через границу, и ночные взлеты из-под обстрела, и сопровождение транспортных вертолетов. Задания связаны между собой в условную кампанию, хотя, по правде говоря, никакая это не кампания, просто набор миссий, идущих одна за другой. Сюжет отсутствует как таковой, а сложные задания перемежаются простыми без всякой системы. Впрочем, это не главное. На первом месте здесь вертолеты и различная военная техника. А ни к внешнему виду винтокрылых машин, ни к интеллекту компьютерных союзников придраться невозможно. Детально смоделированная техника выглядит как настоящая. Напарникам можно раздать команды, которые они будут выполнять, но только до тех пор, пока это не будет угрожать их безопасности. Компьютер, на удивление, трезво оценивает свои силы, и в отличие от пилота игрока, ни за что не полетит на ракеты с одной пушкой. Если же полеты в сопровождении искусственных союзников наскучат, всегда можно сыграть по сети. Сетевая игра содержит как режим противостояния, когда игроки выступают по разные стороны баррикад, так и кооперативный режим, в котором звено виртуальных пилотов выполняет задание сообща. Когда стандартных миссий станет мало, можно взять редактор заданий и самому сделать что-нибудь новенькое. Благо редактор дает самые широкие возможности по созданию отдельных миссий и целых компаний. Тут и скрипты, и случайные события, и огромная коллекция моделей боевой техники. Так что, если вам наскучило ходить по земле, смело садитесь за штурвал и запрашивайте разрешение на взлет. Удачи в небе! Тут можно по-настоящему почувствовать себя пилотом боевого вертолёта, а можно просто летать, уничтожая противников. Игрок волен выбрать сам — хочет он играть в симулятор вертолёта или в вертолётную аркаду.